Привет, Страж! Ты смотришь канал Triple Vibe, меня зовут Джонни Лейни, и это новое видео о Destiny 2. Не первый раз слышу и вижу в комментариях, что меня чуть ли не главным хейтером Destiny 2 уже в кругах сообщества называют. Это полный бред, не пойми откуда придумано. Онлайн в игре потерял около полутора миллиона аудиторий. Шанр видео ваш любимый. Говорим о проблемах Destiny 2, в которой в игре не происходит ничего нового. Контентмейкеры от мира Destiny дропают игру. Если это так, то ну, кто-то обосрался. Вот такие непозитивные мысли я вновь озвучил. Да. Я много раз говорил, что озвучиваю проблемы только потому, что мне не безразлична судьба игры. И ругая её за дело, озвучивая очевидные проблемы, я и выражаю своё пристальное внимание. Какой смысл закрывать глаза на недостатки каких-то вещей, если куда больше пользы принесёт их обсуждение и дальнейшее решение этих проблем? Сейчас, после анонса DLC Военный Разум, после массива информации, я вижу, что от этого есть толк, что-то меняется. Да, медленно, да, не так как бы хотелось, но позитивный настрой есть. В этом видео я бы хотел прервать порочный круг критики и поговорить о хорошем. Назвать несколько, а именно 5 причин ждать дополнения Военный Разум. Соглашаться с этим или нет, ваше дело. Но обсудить эту проблему в комментариях, узнать, что думаете вы, мне было бы интересно. Так что оставляйте свои мысли, касательно озвученного мною, далее в комментариях. Итак, причина первая. Новый контент. Это ведь основная претензия к Destiny 2, верно? Что вы пишете под каждым видео? Нечего делать, где контент? Вот он. Да, вы можете сказать, что его опять мало, можете попытаться припомнить предыдущее расширение. Но опять же, если вы внимательно смотрели стрим с демонстрацией DLC Военный Разум, вы не можете обмануть себя. Локация больше, активностей на ней тоже вроде как больше. Новые персонажи, которые обещают дать ответы на такие вопросы по лору игры, на которые фанаты ищут решения со времен первой части. Но даже если вы скептически настроены к лору, сюжетная линия это реально то, ради чего вы пришли в Destiny? Не смешите, за 3-4 часа вы пройдете основную сюжетку, а вот потом начнется самое интересное. И тут мы переходим ко второй причине. Причина вторая. Появление эндгейм-контента. Спустя полгода, полгода, черт побери, мы видим появление неких таких активностей, которые можно назвать эндгеймом. У нас есть гринд нового ивента, который как минимум полтора месяца будет удерживать игроков посредством еженедельной смены боссов со своей эксклюзивной наградой каждой. У нас появится своеобразный пазл, те самые 45 даты recovered, о которых я говорил в обзоре стрима. Этого тоже ждали? Плюсуем к этому появление абсолют экзотиков, которые не будут просто желтым аналогом появившихся ранее стволов, произведящих арбы, а будут включать в себя особые испытания на каждом. Чистый гринд. Ну и конечно важную долю эндгейма будет представлять PvP составляющая игры. Третья причина. Ранговые матчи и приватки в гарнила. Что делали игроки в оригинальной Destiny, когда выбивали все рейдовые шмотки, получали все экзоты и коллекция гадрольных стволов тоже казалась полностью укомплектованной. Стреляли друг в друга. Верно. Еженедельно соревновали с Trials of Osiris, устраивали локальные перестрелки в режиме Rumble в закрытых матчах. Устраивались турниры. Я принимал участие в организации одного из первых таких турниров в русообществе. Короче говоря, PvP было неиссякаемой чашей историй, многочасовых сессий и просто тем местом, где любители помериться перед чиндалами выходили раз на раз. В Destiny 2 PvP оказалось в сложном положении. Это я сейчас так смягчил, оценили, да? Я же говорю, позитивный настрой. Я до сих пор не могу сказать, что получаю удовольствие от игры в гарни во второй части. Но с появлением этой ранговой системы, наград за эти самые ранги, у меня волей-неволей чешутся руки. Насколько я хорош, насколько хорош мой соклан, а ты, а он. Вот это вот все соревновательное настроение, его не хватало. А тем более круто, что все это осязаемо. Награда за хорошую игру, хорошие пушки, а не просто большая циферка на эмблеме. Кому вообще какое дело до того, сколько у тебя фловчиков, рангов и какой КДА на эмблеме? Все же знают, что ты пересоздавал персов. А ты вот мне, Redrix Claimor, покажи свой. Четвертая причина – ребаланс экзотического оружия и абсолют экзоты. На момент анонса DLC разработчики уже показали множество экзотических стволов, которые получат позитивные изменения 8 мая. Это и воидовый монстр гравитоновое копье, это и зверь-машина-крысиный король. Дискомет, жесткий свет с увеличенным в 2 раза уроном от рикошета и еще множество других интересных девайсов. Все это как минимум заставит нас взять даже самые пыльные экзоты и пойти потестить их. Меня еще и заставит сделать несколько обзоров на пушки, тоже контент. Так что по сути это как полный перезалив всей коллекции экзотов, которые на мой взгляд многие игроки почему-то недооценивают. Ну и абсолют экзотики, эксклюзивные перки на каждой пушке, многочасовое прохождение квестов ради апгрейда. Все это очень круто и увлекательно звучит. Очень надеюсь, что и играться будет так же. Пятая причина... Это переломный момент. В преддверии релиза DLC Военный Разум в студии Bungie что-то поменялось. Может кадровые изменения пошли на пользу, может просто осознание неминуемой трагедии встряхнуло головы разработчиков, но то, как сейчас ведет себя студия, не может не радовать. В одном из видео я ругался, что весь фидбэк комьюнити летит в ведро мимо ушей Bungie, что все обещания одни и те же, что чувство, что тебя слышат, утрачено. И вот вдруг собирают саммит, зовут контент-мейкеров, слушают их, решают проблемы с игроками, с теми, кто любит игру больше, чем все остальные хобби. Это не может не вызывать уважения. Поздно спохватили и скажете, ну да, наверное, некоторые вопросы по своевременности, конечно, остаются. Но они с лихвой окупятся, по заверениям некоторых источников, уже этой осенью. Сейчас Bungie делает Destiny 2 лучше, несмотря на то, что уже ведется разработка Destiny 3. Спасать сиквел сейчас важнее, иначе никто не будет играть в триквел, и разумеется, разработчики это понимают. Так что держим руку на пульсе, следим за всеми заявлениями, изменениями и обещаниями. Мы любим эту игру, так что Destiny, блядь, я хочу уже в тебя поиграть, подари мне такую возможность, пожалуйста.